Чтобы показать непрерывность своей работы над безопасностью машин, компания Daimler уже более полувека регулярно выпускает отчетные прототипы под названием ESF, то есть Experimental Zicherheit Fahrzeug или экспериментальный автомобиль безопасности. Проект 2019 года, конечно же, сосредоточен на автономном вождении и электрификации. В основу автомобиля лег гибридный кроссовер GLE, и некоторые функции тут близки к серийному воплощению. Например, в салоне изменено расположение подушек безопасности. Водительская установлена в приборной панели, так как руль в режиме автопилота убирается, а боковые подушки находятся в спинках сидений. При аварии они буквально обхватывают пассажира. Не слепящие адаптивные светодиодные фары с разрешением более 2 миллионов пикселей и прототип детского кресла, контролирующий основные физиологические показатели ребенка. Еще одним ноу-хау модели стал робот, выезжающий из-под машины и отмечающий на дороге место аварии с помощью треугольника. Круговая система безопасности предохраняет от столкновения с пешеходами и велосипедистами. Mercedes умеет не только автоматически тормозить, но с помощью световой иллюминации концепт предупредит соседей о своем приближении. Немецкая компания Lilium провела первые тесты летающего такси, получившего название Lilium Jet. Пятиместный аппарат оснащен 36 электромоторами и системой беспилотного управления. Новинка с возможностью вертикального взлета и посадки весит около полутора тонн и может летать со скоростью до 300 км в час. Создатели рассчитывают начать коммерческое использование летающего такси в 2025 году и ведут переговоры с властями германских городов. Кроме того, в планы немцев входит получить одобрение Европейского агентства авиационной безопасности.